Страх – это одна из жизненно важных и в то же время самых неприятных эмоций. Страх может сопровождаться не только подавленным психологическим состоянием, но и физическим дискомфортом. Физиологические проявления страха нам хорошо знакомы. По выражениям у страха глаза велики, лицо посерело от страха, сердце ушло в пятки. Многих могут пугать и тревожить очень разные вещи – от темноты и опасных животных до экзаменов и выступлений на публике. Но каким бы сильным ни было чувство, это лишь продукт сложной внутренней кухни нашего организма, выработанной в процессе эволюции. Но, видимо, для чего-то нужны эти неприятные ощущения и даже болезненные реакции в случае встречи с угрозой. Конечно, страх воспринимается с негативной точки зрения. Но когда-то именно эта эмоция помогала нашим далеким предкам выживать в диких условиях, успешно при этом спасаясь от опасностей и запоминая их, чтобы в будущем не попасть в просаг повторно. Такая нервная деятельность древних людей выражалась в совершенно определенных деловых отношениях – с внешней природой, с другими животными – и всегда выражалась в работе мускульной системы. Ведь им приходилось либо бежать от врага, либо бороться с ним. Страх запускает разнообразные физиологические процессы, которые пусть и вызывают неприятные ощущения, но в прошлом они позволяли организму мобилизоваться перед лицом опасности. Схожим образом действует и страх, который мы иногда испытываем в условиях неизвестности. Эмоция при этом обостряет восприятие сигналов со стороны окружающей среды, помогая не упустить жизненно важную информацию. Многим знаком тот неприятный факт, что плохие события, вызвавшие боль и страдания, а вместе с ним и страх, запоминаются лучше и детальнее, чем приятные ситуации. Этот механизм встроен в организм, чтобы мы не наступали на одни и те же грабли по нескольку раз. Страх же в отношении предметов, доставивших боль, полезен тем, что побуждает в будущем к избеганию этих предметов. Поэтому получается, что чувство страха – это не проклятие, а ценный дар природы, способный помочь организму мобилизовать ресурсы для достойного ответа на угрозу и оградить от ошибок в будущем. А бояться мы можем разных вещей – от нападения воров и опасных инфекций, до опасности хищных животных, ядовитых насекомых. Но источники любых видов страха, они все-таки будут схожими. Можно выделить несколько стимулов страха. Это могут быть какие-то неожиданные громкие звуки, или вдруг резкая потеря опоры, или же неожиданный толчок, удар в момент засыпания. Все эти признаки, они связаны с внезапным воздействием на организм, которое может сигнализировать об угрозе жизни. Возникновение страха может быть связано и с неожиданностью. И это чувство может возникнуть, если определенное событие не произошло в ожидаемом месте и в ожидаемое время. И, кстати, одиночество, оно может усиливать эти страхи. Да и шансы на спасение в одиночестве, например, в дикой природе, они значительно уменьшаются. Некоторые страхи, они заложены в нас окружающей культурой, условиями жизни. И, кстати, относительно бесстрашный человек, кто, оказывается, может запросто заразиться такой боязнью от окружающих. К примеру, наблюдая за поведением родителей, дети с большой вероятностью будут перенимать страхи своих близких. Такой механизм возникновения страха назвали социальным заимствованием, особой формой научения. Да и животные, они тоже перенимают страхи у своих более взрослых особей. Например, дети макаки, никогда не встречавшиеся со змеями, они быстро перенимают страх перед этими животными у своих сородичей, которые уже успели познакомиться с присмыкающимися в природе. А все истоки страха, они в голове, и внутренняя машина страха, она очень сложна. Поскольку это древняя эмоция, рычаги боязни находятся в более старых, с точки зрения эволюции, в областях головного мозга, в лимбической системе. В числе прочего в нее входят гиппокамп и миндалевидные тела. В ходе экспериментов постепенно выясняли, например, смотря кино, что за оценку приятных и смешных моментов в кино, например, в большей степени отвечало левое полушарие мозга, а правое полушарие зацикливалось на пугающем и неприятном. В формировании страха участвует и префронтальная кора головного мозга, отвечающая за рациональный анализ возможной боязни. Мы мгновенно можем испугаться бегущей к нам собаки, но успокоиться после слов хозяина о том, что это его любимый, дружелюбный питомец. И наоборот, к примеру, студент может прийти на экзамен с бодрым настроем, уверенный, но после рассказов однокурсников о строгости преподавателя он может занервничать и начать испытывать страх. Эта боязнь сопровождается физиологическими реакциями, призванными все-таки защитить человека от опасности. Чтобы победить угрозу, нужно вступить с ней в схватку или быстро убежать. Поэтому, когда мы испытываем страх, двигательная кора головного мозга посылает сигналы в мышцы, приводя их в боевую готовность. Из-за этого при страхе возникает чувство стеснения в груди и животе, потому что в этих частях тела автоматически напрягаются мышцы, защищающие жизненно важные органы. И, кстати, по этой же причине длительная тревога может привести к хроническим мышечным болям. В минуты страха напрягаются даже мышцы, связанные с волосяными фолликулами, поэтому от сильного испуга волосы человека могут в прямом смысле встать дыбом. И предположительно, что в древности-то такая реакция должна была отпугивать врагов. Ну а механизм «бей или беги» в организме запускает симпатическая нервная система. Она посылает в системы организма сигналы, помогающие всесторонне подготовить человека к борьбе с опасностью. Чтобы мышцы хорошо снабжались кровью, сердце начинает биться быстрее и сокращаться сильнее. Именно поэтому при страхе мы его отчетливо слышим. Ну а для лучшего снабжения организма кислородом расширяются дыхательные пути. При этом возрастают частота и глубина дыхания, что может даже спровоцировать одышку. Пищеварение же в момент опасности оказывается не в приоритете. Поэтому симпатическая нервная система замедляет сокращение желудочно-кишечного тракта. И в это время приток крови к ней уменьшается, чтобы сэкономить питательные вещества для снабжения более важных органов, таких как мозг и сердце. Это и объясняет характерный холодок под ложечкой и связанные со страхом нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. При испуге замедляется и работа пищеварительных желез, из-за чего от страха-то нередко и пересыхает во рту. В моменты боязни кровь отливает и от кожи, в результате чего человек может заметно побледнеть или даже посереть. Из-за того, что кровоток перенаправляется к жизненно важным органам и крупнейшим внутренним мышцам, при страхе нередко холодеют руки и ноги. Впрочем, вот эти разные перемены в кровообращении могут привести и к тому, что человек напротив может вспотеть или начнет краснеть. Да и опасность-то любую нужно хорошо видеть, поэтому зрачки человека расширяются в это время, поглощая больше света. Отсюда, видимо, и исходит выражение «у страха глаза велики». Также в мобилизации организма перед лицом опасности в симпатической нервной системе помогает эндокринная система. Она выбрасывает в кровь адреналин, гормон, ускоряющий подготовку тела к борьбе с угрозой или побегу. Среди прочего, адреналин он стимулирует сердечные сокращения, повышает артериальное давление, сужает сосуды в неприоритетных органах, включая кожу, и расширяет, наоборот, сосуды в скелетных мышцах и печени, способствует повышению в крови содержания глюкозы и свободных жирных кислот. Частая, конечно же, первичная реакция на испуг – это замирание. Механизм испуга он может привести и к дрожи, и к ступору, от страха и неожиданности. Ну а страх, оказывается, он может быть и опасным, и, как ни странно, полезным. Ведь, к примеру, плохое выступление на публике или провал в какой-то школе, на работе, они же в принципе-то не грозят ужасными последствиями, но отрицательное значение страха, оно проявляется значительно шире, чем положительное. И оно может держать человека в постоянном напряжении и даже порождать неуверенность в себе. Ведь страх может сковывать активность человека, а в отдельных случаях даже буквально парализовать его. И, к сожалению, в современных условиях есть социальные страхи, к примеру, боязнь выступлений перед аудиторией. Боязнь разнообразных экзаменов. Эти страхи занимают в жизни человека особое место и даже несут серьезную угрозу здоровью, так как постепенно изнашивают системы организма, вынужденные каждый раз добросовестно напрягаться в ответ на боязнь. Длительный страх ответственности способен даже спровоцировать гипертонию, инфаркт, инсульт, язву желудка, атеросклероз. Ведь исход какого-то значимого экзамена он может восприниматься как нечто жизненно значимое и автоматически вызывать у организма сильные защитные реакции. И частая ситуация со страхами может привести к серьезным нарушениям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Ведь то же ожидание экзамена активизирует симпатическую нервную систему, учащает пульс, нарушает ритм сердца. И эти параметры они не сразу возвращаются к норме. На этом фоне и могут развиваться заболевания. Но страх вообще-то это ценный защитный механизм. Хотя наше сердце и может уйти в пятки из-за разных неприятных вещей, но реальные угрозы организму это все-таки нанести не может. Важно не давать своему страху обманывать нас. Стоит убедить себя в жизненной важности выступления с каким-то докладом или сдачей экзамена. И стоит четко разделять полезные и вредные страхи. А эффективным средством для победы над страхом может послужить физическая активность и эмоциональный настрой. Субтитры сделал DimaTorzok